Почему же алопаринол поставлен на первый ряд в рекомендациях Юлар и Акроведения пациентов с хроническим подагрическим артритом? Ведь абсолютно понятно, что фибуксостат имеет больше преимущественно, чем данный препарат. Это все произошло из-за исследования КС. Это крупное, проспективное, мультицентровое, двойное, рандомизированное исследование у пациентов, которые имели подагру и сердечно-сосудистые заболевания. Пациенты наблюдались 32 месяца. В течение наблюдения не было отмечено различий в частоте возникновения первичной и конечной точки сердечно-сосудистых заболеваний, в частности, инфаркта миокарда. Однако, после приема отмены препарата, в группе, которая принимала фибуксостат, было отмечено больше смертей от сердечно-сосудистых заболеваний 4,3 по сравнению с алопаринолом 3,2 и смертность от всех причин 7,8 у фибуксостата и 6,4 у алопаринола. Безусловно, это вызвало огромный резонанс среди ученых. Исследование КЭС было проанализировано. Во-первых, самый главный вопрос, почему в исследование были включены пациенты только с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Второй, не менее важный вопрос, почему отсутствовала контрольная группа, которая не принимала уратснижающую терапию. Даже учитывая разницу в результатах между двумя видами лечения, невозможно с уверенностью определить, представляет ли большая частота событий в группе пациентов, принимающих фибуксостат, фактическое увеличение числа событий, или, возможно, меньшее снижение риска по сравнению с алопаринолом. Возможно, это вызвано простой случайностью или отсутствие стратификации пациентов по тяжести сердечно-сосудистого риска. Почему большая часть смертей произошла после прекращения лечения снижающего уровня урата? Было ли это обусловлено рецидивом гиперрекемии? А, безусловно, мы понимаем, что на фоне приема фибуксостата уровень снижения сывороточной мочевой кислоты был более значительным, чем на фоне приема алопаринола, и именно возвращение мочевой кислоты к высоким уровням повысили кардиоваскулярные риски. Несмотря на эти оставшиеся вопросы без ответа, результаты исследования КС поддержали выбор алопаринола в качестве препарата в первой линии среди ингибиторов ксантиноксидазы для лечения хронического подагрического артрита. Безусловно, многие исследователи хотели оценить кардиоваскулярные риски на фоне приема фибуксостата. Хотелось бы подчеркнуть одно из наиболее крупных исследований 2019 года, когда порядка 100 тысяч пожилых пациентов с подагрой назначали им и либо фибуксостат, либо алопаринол, и не было выявлено различий в риске сердечно-сосудистых заболеваний, кардиоваскулярной смертности и смертности от всех причин на фоне приема этих двух препаратов. Таким образом, в настоящее время нет четких доказательств того, что прием фибуксостата приводит к увеличению риска сердечно-сосудистой смерти. Безусловно, игнорировать результаты КС мы не можем, и ведущие ревматологические гайдлайны выставили алопаринол как препарат первого ряда. Безусловно, когда к нам приходит на прием пациент, нуждающийся в уратснижающей терапии, мы сами индивидуализировано должны выбрать тот или иной терапевтический агент. Однако, учитывая результаты КС, я не назначаю данный препарат пациентам с очень высоким кардиоваскулярным риском. Это инфаркт миокарда в анамнезе менее 6 месяцев, аортокоронарное шунтирование и злокачественная артериальная гипертензия. В настоящий момент мы ожидаем результаты исследования FAST, которые нивелируют все те недостатки, которые имеются в результате КС. И, возможно, наше знание о фибуксостате расширится, и этот препарат станет первого ряда. Учитывая его высокую эффективность и низкое количество побочных и нежелательных явлений, особенно у пациентов со сниженной скоростью клубочковой фильтрации. Часто мы задаемся вопросом, как долго пить уратснижающую терапию, как долго нужно назначать пациентам препараты, снижающие уровень мочевой кислоты. Данная терапия должна быть пожизнена. Естественно, что мы должны достичь целевых уровней сывороточной мочевой кислоты. Напомню, это 300-360 микромоль на литр, первая цифра для пациентов с тофусами и коморбидностями, вторая цифра для всех остальных пациентов. И именно на более низких цифрах уровня сывороточной мочевой кислоты снижаются кардиоваскулярные риски и нефротоксичные риски. Хроническое течение подагры характеризуется формированием кристаллов уратов и поражением почек даже во внеприступный период. И именно пожизненный прием уратснижающей терапии является выбором у пациентов с подагрой. Выводы. Существует 9 золотых правил лечения пациентов с подагрой. Первое. Купировать обострение как можно быстрее. Как мы уже говорили, пациент должен быть самостоятельно обучен приему нестероидных противовоспалительных препаратов как можно раньше. Соблюдение диетических рекомендаций. Подбор терапии с учетом коморбидности. На фоне обострения не отменять уратснижающую терапию и не назначать ее впервые. Тетрование дозы уратснижающих агентов до достижения целевых уровней сывороточной мочевой кислоты. Продолжить противовоспалительную терапию, так называемую профилактику обострений, на фоне уратснижающей терапии в течение 3-6 месяцев. Проводить терапию для ощелачивания мочи. Учитывать влияние терапии на сопутствующие заболевания и сопутствующих заболеваний на уровень мочевой кислоты. Терапия проводится длительно, неопределенно долго или пожизненно.